Песков, покажите, пожалуйста, зал. Прямо на первом ряду написано «мусор». Давайте дадим вопрос. Я думал, это там сидит этот, как его, министр МВД. А оказывается, нет, ни хера. Ну, «мусор» написано, понятно. Я думал, министр МВД сидит. Колокольцев. А оказывается, нет, ни колокольцев. И вот рассказ, почему мусорная реформа такая глобальная для всей страны тормозит во многих регионах. И что с этим делать? Вот спросили его. Не думаю, что она тормозит. Эта реформа достаточно много вопросов, связанных с организацией самого производства. Но реформа сама по себе двигается. Здесь несколько задач перед нами стоит крупных. Первое. Нам нужно создать соответствующую отрасль производства. Мусорную отрасль производства. Как, блядь, атомную отрасль. Берия себя чувствует, блядь. Создаёт атомную бомбу. Создаёт электростанции. Атомную отрасль. Мусорную создаёт. Соответствующую отрасль производства. Замкнутый цикл производства. Когда отходы не идут на полигоны. А используются для других видов производства. Это первое. Второе. Нам нужно добиться нормальной сортировки. То есть, вот он сидит целыми днями о сортировке мусора. Думает. С тем, чтобы к 30-му году у нас всё распределялось по соответствующим сегментам этих отходов. И соответствующим образом перерабатывалось. На сегодняшний день одна из задач, которая стоит перед организаторами всей этой работы. Заключаясь в том, чтобы добиться расширения ответственности между производителями продукта. Мусора производителями и упаковщиками продукта. С тем, чтобы перенесение нагрузки за утилизацию не на граждан, а на производителя этих упаковочных изделий. В принципе, это практика, которая выстроена практически повсеместно во всём мире. И мы будем придерживаться именно этой практики. Практика такая, что мусор покупают, Вова. А сейчас мы посмотрим, о чём он говорит в действительности. У нас, скажем, в автопроме введён такой утилизационный сбор. И ничего нормального, во всём мире он работает и в нашей стране работает. То же самое нужно делать по этим направлениям. Утилизационный сбор кто платит? Граждане платят. И здесь нужно сделать то же самое. За мусор и так, Вова, платят бешеные деньги. Удвоили цену за мусор по всей России. Представляете, какой пи***рас конченный вообще. Рассказывает, на кого-то надо переложить. И сам прям в цвет говорит, что это как в автопроме. Нужен утилизационный сбор. Какой утилизационный сбор? На что утилизационный сбор? Поскольку вы из Магнитогорска, вы знаете, у меня один из вопросов, который я взял, связан как раз с Магнитогорском, с выбросами в атмосферу. Здесь один из обращающихся граждан пишет о том, что происходит в Магнитогорске с выбросами в атмосферу. Для меня это, честно говоря, несколько даже неожиданно, потому что я знаю, что Магнитка вкладывала в последние годы достаточно много средств, ресурсов в обновление производства, именно ТТТ. То есть, заготовленная такая речь. И вот та барышня, которая отвечает ему в воле Путину, то есть, он ей фактически вопрос задает Балабанова. Я, наверное, как патриот работаю в газете, которая на комбинате работает. Там все патриоты, что ли, на комбинате на этом? Я считаю, что если очистные сооружения построены, это, как говорит моя подруга, не форточка, которую можно закрыть. Подруга авторитетная говорит, если это комплекс сооружений вместе с выбросами, потом, пусть меня растерзают многие наши жители, но мне кажется, многие принимают обычный туман, который у нас связан с тем, ну и так далее, и так далее. Туман это, поняли жители Магнитогорки. А еще птицефабрика воняет, она же так же говорит, птицефабрика воняет, пиздец как? Ну, я представляю, как воняет птицефабрика. Ну, это тоже, наверное, туман. Но я не думаю, что так все критично. Представляете? Вот, какая все-таки гадость. Вот эта баба, она там живет. Ну, ладно, она там на этой магнитке кормится. Ну, Влад бы сказал, ну, я там, да, там, вроде не могу ничего говорить, комментировать, потому что там я там на этой магнитке. Ну, или даже сказал бы то, что сказал, ну, что про птицефабрику-то. Ну, сказал, ну, воняет птицефабрика, так воняет, что охеряет. Что, никто не знает, как птицефабрики воняет? Убежишь нахер, за километр и за 10 воняет она. Жуть. Да, но это не соцсети, это обращение ко мне, это Путин, конкретного гражданина Зиму Никитогорска, это не соцсеть, опять повторил Балабанова. Мы же читаем это в соцсетях тоже, наверное, проблем есть. Наверное, проблем есть, но комбинат занимается этим, и я не думаю, что это пустые слова. Выкрутилось. Субтитры сделал DimaTorzok